Идрис, Саламу алейкум, Томсор, расскажи, пожалуйста, за что в странах Прибалтики уважают Джохара Мусаевича, да и в других нормальных развитых странах? Я слышал, что в его честь называют улицы, парки, скверы и так далее. Ваалейкум ассалам. Ну, прибалтийские страны, у них, конечно, особое отношение к Дудаеву, потому что Дудаев служил, по-моему, в Латвии или в Литве, или в Латвии он служил, или в Эстонии. А, нет, по-моему, Масхадов в Эстонии служил, короче, я сейчас не помню этих моментов, но, в общем, они в Прибалтике были, и Масхадов, и Дудаев. И там был какой-то момент, когда рухнул Советский Союз, и то ли в Латвии, то ли в Литве, что-то, в общем, там они захват, ну, люди захватили телевидение, кажется, и пришел с Москвы приказ Дудаева. Командовал какой-то базой военной, военно-воздушных сил, и пришел, значит, приказ взять его, значит, штурмом, по-моему. И Дудаев отказался, он этого не сделал, и, соответственно, конечно же, это было оценено этим народом. Поэтому его память в это вечере, его там уважают. С тобой выходили на связь известные интервьюеры для интервью. Для Гордона ты бы был очень интересен, и выражал ли респект тебе кто-то из публичных людей, политиков, спортсменов? Алейкум ассалам. Так, известные интервьюеры. Ну, кто у нас известный интервьюер? Дудь, Познер, Гордон, со мной эти три человека на связь не выходили. А так, все мои интервьюеры, если я кому-то давал, то они, в принципе, в сети есть. Что касается, так, для Гордона ты бы был очень интересен. Ну, я не против, я открыт для общения с любым, в принципе. Выражал ли мне респект кто-то из публичных людей, политиков, спортсменов? Я не знаю, я не припомню. Вряд ли кто-то из, по крайней мере, живущих в России людей сможет открыто мне выразить респект. Единственное, есть один человек, который живет в России, который является известным общественным политическим деятелем. Это Руслан Кутаев. Это удивительного мужества человек. Ему кадыровцы подбросили наркотики. Вообще, началось все с того, что он провел круглый стол на 23 февраля, на день высылки чеченцев и ингушей. А это мероприятие было, на него было наложено вето властями. Но он его все равно провел. Из-за этого его похитили, его пытали. Его пытали прямо в здании администрации главы и правительства Чеченской республики. На что обратил внимание Игорь Каляпин, написав письмо в администрацию президента России. Отметив, что у нас теперь пытают в администрации. Нет, пока еще не президента России, а главы Чечни. Но все же. После этого ему, значит, сфабриковали уголовное дело. Подбросили наркотики. Посадили его, по-моему, на 4 года. Он отсидел, вышел. Он находится сейчас под, как это называется, под надзором, когда он не может покидать страну, по-моему. Но, несмотря на это, он делает очень смелые, откровенные такие заявления. И вот он откровенно выразил респект. Очень так позитивно в отношении меня высказался. Но так надо понимать, что это, как бы, высказаться по поводу меня одобрительно, это уже подвиг в России. За это тебя могут наказать. Поэтому Руслану Кутаеву, конечно, респект. Тумсо, здравствуй. Слышал твои развернутые мнения о многих заметных личностях чеченских компаний. Можешь высказать свое мнение в отношении по поводу Салмана Радуева? Кто он для тебя? Я по поводу него тоже высказывался. Это человек, который, на мой взгляд, после ряда покушений на него, особенно после того покушения, когда ему повредили голову, сделали операцию, вставили туда титановую пластину. Я думаю, что после этого у него реально появились проблемы с разумом. И он начал творить дичь просто. Иногда это было смешно. Местами это было далеко не смешно. Особенно для тех людей, которых он подставлял этими своими высказываниями. Как, например, двух, по-моему, женщин, которых задержали по подозрению в подготовке каких-то терактов. А он сказал, что да, это я. Я их туда, мол, послал и их осудили. Ну, я думаю, что просто как бы реально это уже в связи с этим покушением, там медицинские показания у него были. Просто нужно было в какой-то момент его уже, ну, насильственно, принудительно, наверное, как бы убрать с этой должности или как это, я даже не знаю, должностью это назвать или что. Ну, короче, отправить его нужно было на лечение. Сколько чеченцев погибло во время двух войн и сколько сейчас населения? Ну, по словам российского чиновника Рамзана Кадырова, потери составляют 300 тысяч человек. Ну, это, конечно, все очень относительно, никто это не считал, но потери, конечно, колоссальные. Они в любом случае исчисляются в сотнях тысяч. А наше население сейчас сколько составляет? Ну, опять-таки, Кадыровская власть говорит, что на территории Чечни проживает полтора миллиона чеченцев. Это не считая тех, кто за пределами. Мое мнение, они, конечно, лгут. Я думаю, что реальное количество вообще всех чеченцев в мире, может быть, будет полтора миллиона. Вообще всех чеченцев в этом мире. А в Чечне, я думаю, будут проживать около миллиона человек. Так. Если вы сейчас спросите, на основании чего там, что ты делаешь такие выводы, на что ты опираешься, я опираюсь чисто на свое видение, свою интуицию, свое понимание. Я не могу вам вот как-то в цифрах это все объяснить, но мое ощущение вот такое. Но то, что полтора миллиона не живут в Чечне, и что они лгут об этом, это вообще стопроцентно, потому что я знаю, как проводилась перепись населения в начале 2000-х. И все. А вот это число полтора миллиона, оно идет оттуда, от этой переписи. А они в этой переписи там столько нафальсифицировали, когда они выпускали человека на улицу и говорили, так вот, значит, у тебя здесь должно быть 500 семей. А там на тот момент вообще вся улица разбита, там не живет, если 2-3 семьи живут, это в лучшем случае. И человек ходил просто от фонаря, придумывал фамилии, имена. Поэтому я, конечно, понимаю, что там 1500 они как минимум накрутили мертвых душ, за счет этого они и выборы себе рисуют, за счет этого они пенсионный фонд нагибают, там всякие иные какие-то социальные, там другие выплаты получают.